И в этом смысле мы должны вернуться к анализу того интервью, которое дал Михаил Подоляк, и это очень интересно, по поводу Светланы Тихановской он высказался. Я напомню, Михаил Подоляк, это советник главы офиса Зеленского, он дал интервью белорусскому изданию «Зеркало», и, соответственно, это интервью было направлено именно белорусской аудитории. То есть не украинской, не российской, это было для белорусов послание. И вот что он сказал, когда его спросили про Светлану Тихановскую, сейчас я вам процитирую. Ну, понятно, там про Лукашенко, про то, что Лукашенко пытается выглядеть опять миротворцем, чтобы дистанцироваться от России, чтобы его не так лупили этими санкциями. Да, все понятно. Вопрос был такой. Почему Зеленский не встречался с Тихановской до войны? Есть ли смысл в этой встрече сейчас? Я не совсем готов ответить на вопрос, почему они не встречались до войны, но необходимо понимать мотивацию, что Украина, которая торгует с Беларусью, получает, если начинает поддерживать альтернативный кабинет. Нужно садиться и анализировать все, что касается двухсторонних отношений до определенного момента, несмотря на то, что все выборы выигрывает один человек, мы знали, что у нас есть общая граница и мы должны заниматься торговлей. Мы не совсем понимали позицию Светланы Тихановской по целому ряду вопросов, которые касаются России. Еще во время избирательной кампании мы слышали довольно странные заявления, которые, мягко говоря, ничем не отличаясь от высказывания официального Минска, в некоторых аспектах были даже более пророссийскими. Мы не слышали внятных оценок полномасштабного вторжения России в Украину. Хотя это не так. Конечно, Светлана давала такие оценки, но они не слышали, они, видимо, не дошли до украинской власти. Мы не видим определенных действий против участия Беларуси в этой войне. Например, организованных по всему миру пикетов у белорусских посольств. Это не претензия, это выборы. Я не совсем понимаю, какие действия она делает, она, Светлана Тихановская, делает даже не для Украины, а для того, чтобы обозначить, что Беларусь не имела права в таком объеме участвовать в этой войне. То есть речь идет про действия, да, какие действия. Журналист говорит, Тихановская осудила войну, призывала белорусов выходить на улицы. И вот позиция украинцев, да, это вот то, о чем говорил и Каха, и Михаил Журавель. Мало призывать, мало призывать, надо делать. Идите к посольству и говорите, пожалуйста, остановите использование территории Беларуси для атак на Украину. Есть много путей и технологий. Знаете, надо меньше говорить, а больше выполнять конкретные действия. В этом всегда дефицит. Ну призвали. Хорошо, что дальше? Это не означает, что мы как официальные лица должны вести серьезную коммуникацию. Самое главное, президент Украины предпочитает иметь гигантский объем информации, анализировать, а затем делать вывод о том или ином событии, действии человека. Он сам будет оценивать, насколько эффективно альтернативная политическая группа белорусов работала для того, чтобы остановить войну с территорией Беларуси. То есть, насколько эффективна альтернативная политическая группа белорусов, вот так он сформулировал, работала для того, чтобы остановить войну с территорией Беларуси. Ну мы с вами обсуждали антивоенное движение и его, как бы, выхлоп. И я с Лебедько ругался. Вот на последнем нашей куле про антивоенное движение, что это пшик, что это ничто, что оно не сработало. Он мне доказывал, да нет, все супер. Ну вот оценка от официальных властей Киева. И они, в принципе, тоже считают, что, ну как бы, просто что-то там провозгласить и опубликовать манифест, а потом делать афишу событий, это маловато. И как-то трудно это все называть антивоенным движением. То есть, Подоляк еще раз очень четко провел разницу между разговорами, призывами, декларациями, манифестами и реальными действиями. И реальными действиями. Вот, Галина, люди выходили. Моей сестре за листок бумаги А4 дали штраф в размере пенсии за полгода. Белорусы выходили, да. Но он говорит не про вот тех белорусов, которые там выходили, да. Он говорит о эффективности действия, сейчас еще раз вам специально прочитаю, альтернативной политической группы. и о том, что как бы Светлана Тихановская по целому ряду вопросов, которые касаются России, да, делала какие-то странные заявления. И мы не видим определенных действий. То есть, видимо, они ждут каких-то действий от Светланы Тихановской, но их не видят. Вот, Галина на листке бумаги А4 написала от руки, нет войне. Какая крутая. Молодец. Молодец ваша замечательная сестра. Вот. Ну, огромная умница. Так. Все равно торговали с Белоруссией, пусть не брешет. Ну, все торгуют со всеми. Торговля здесь, вот я повторяю, торговля, она, ну, последняя уходит. Вот самое последнее, что может произойти, может прерваться торговля. Китай коммунистически торгует с США. Советский Союз, империя зла, торговала с Европой и США. Саудовская Аравия торгует со всем миром. Венесуэла, хоть там и признали Гуайдо, продолжала торговлю с другими странами, с кем-то больше, с кем-то меньше, и США продолжали покупать их нефть. Поэтому, когда идет ссылка на торговлю, это последнее, что закрывается. Не первое. Сейчас у России и Украины война, как вы знаете, по территории Украины идут газопровод и нефтепровод. И оба забиты, Россия исправно через газопровод и нефтепровод, продает углеводороды в Европу. Хотя у них война. Просто вот это так принято, что торговля, она, если вот уже она прерывается, это уже происходит на самом-самом последнем этапе. Угу. Так. Одного антиалкашизма недостаткова для национальной идеи. Это правда. Потому что, как мы видим сейчас и с Путиным, антипутинизм здесь мало. Потому что за Путиным придет какой-нибудь Медведев, который еще более безумен или какой-нибудь Патрушев, да, важно понимать, что речь идет о антитирании как таковой, о антидиктатуре и об антиимпериализме. О гораздо более широких понятиях. Так. Юра Радио запытала у Лебедьки пытание про это и слово подалека. Я думаю, он ответил тоже, что и мне. У нас все отлично работает. Вот. Это все так устроено. Все отлично. Наверное. Или напишите Аусев, что он ответил. Мне интересно. Ну, мне кажется, что тоже, что и мне. Так. Понимаете, вот белорусские политики за эти годы и за последние два года и так далее привыкли к тому, что достаточно фасада. Фасада. То есть, ну, они же не хотели строить реальное движение, да, и сделали фасад. Называется антивоенное движение, которое состоит из манифеста. И дальше белорусы делайте сами, что хотите. Отвалите. Это, конечно, не сработало. Потому что, ну, вот, другие там в Украине так не работает. Ты, если нихрена не делаешь, твои слова никому не нужны. Полк Погоня, и вы помните, да, и Прокопьева едва там не попросили из Украины, потому что одно дело пиар, другое дело давай делай реальное подразделение. И в итоге он понял и пиар убрал и стал делать реальное подразделение. То же самое, этот, литвины эти из Одессы, которые сидели там, бухали на квартире. Это там в Украине такое не проходит. Приехали калиновцы, сказали, так, ребяточки, в Фейсбуке трындеть, да, там и денежки собирать, это вам не воевать. Быстро сюда всю экипировочку, вот при полиции, при всех, давайте сюда, идите, бухайте дальше. В Украине ценят действие, результат. А слова вы можете сами себе оставить, так сказать, на, вот перед зеркалом встать и сказать все правильные слова, какие хотите сказать. А в Беларуси вот какая-то другая традиция, понимаете? Прекрасные фасады у нас всегда, это как вот на улицах, прекраснейшие фасады, покрашенные дома, чистые улицы, а внутри нищета. Нищета. А в Одессе наоборот, фасады так себе, да, ну заходишь иногда в квартиру и просто с ума сходишь, какая там красота, как все сделано классно. Да, или во Львове. Потому что они по сути рассматривают вообще всю ситуацию. По сути.